Всем привет! Вы на канале все о смартфонах. В этом видео я вам покажу фишки смартфонов Samsung на оболочке One UI, о которых вы могли не знать. Друзья, если вам понравится этот выпуск и вы захотите увидеть продолжение этого видео с другими фишками, то не забудьте подписаться на канал и обязательно поставить палец вверх этому видеоролику. Ну что ж, если вы готовы, то не будем тянуть время и сразу же начнем. Кстати, тайм-коды этих всех фишек я оставлю в комментариях, чтобы вам было удобно переключаться между ними. Если вы знаете про какую-то фишку, то сразу же могли перейти к другой. Ну что ж, давайте начнем, поехали! Друзья, давайте начнем с функции, которая мне очень сильно нравится. И эта функция появилась, начиная с Android 10. Итак, если у вас Android 9, то у вас будет тоже эта функция, но не такая, немного другая. Итак, заходим в настройки, здесь в поиск вводим навигационная панель, нажимаем сюда и смотрите, видите, у меня внизу три кнопки. Лично для меня это, ну не то чтобы неудобно, это уже просто как прошлый век, поэтому я выбираю жесты в полноэкранном режиме. И смотрите, хоп, все, стала одна полосочка, одной полосочкой я могу вот так вот управлять. Очень удобно, место на экране не занимает. Например, вы хотите назад, пожалуйста, вот так с краю пальчиком проводим. И вот назад, смотрите. Хоп, можно даже отсюда. Вообще не важно, хоть отсюда вы вернетесь назад. Вот такая вот навигационная панель есть в Android 10. Итак, переходим к следующей функции, которая называется динамичные обои. Итак, смотрите. Включаю, включаю, включаю. Видите, у меня обои не меняются. Лично меня бесит, когда обои все время меняются. Но есть люди, которым это нравится. Нравится вам это или не нравится, неважно. Давайте я вам покажу, как включить или же как наоборот выключить эту функцию. Для этого зажимаем на пустом месте, далее нажимаем на обои, динамичная заставка. И видите, у меня стоит нет. Если вы хотите, можете выбрать динамичный экран блокировки. Далее нажимаем настройки. Здесь можно это все настроить. Выбрать категорию обои, которые вам нужны. Например, пейзажи, жизнь, еда, искусство или домашние животные. Выбираем какую-то категорию. В этих вот категориях есть куча разных обоин, которые будут меняться, как только вы будете включать и выключать экран. Я сейчас это включать не буду, потому что эта функция мне не очень нравится. Оставляю на нет. А если вам надо, включаем. Если не надо, наоборот, выключаем. Идем дальше. И следующее, что хотел бы сказать, это то, что Samsung старается сделать, как у Apple, именно голосовой помощник. Это у нас на айфонах Siri, а на смартфонах Samsung это Bixby. И если мы вот так вот сделаем, то у нас открывается Bixby. Тут непонятные новости, игры, какие-то рекламы и все самое такое не очень необходимое. Если вы хотите отключить, то зажимаем на пустом месте. Так вот листаем и отключаем этот Bixby. И все. Больше никаких Bixby вас не будет беспокоить. Следующая крутая фишка, которая работает на смартфонах Samsung One UI, это, смотрите, я нажимаю на кочерку громкости. Видите, у меня она абсолютно другая. Нажимаю сюда и открывается такое меню. Здесь я даже могу выбрать эквалайзер, друзья мои. Да-да-да. Смотрите, когда я нажимаю увеличить или уменьшить громкость, у меня увеличивается и уменьшается громкость звонка. Громкость медиа у меня не трогается. И громкость уведомления не трогается. Но если вдруг я хочу, чтобы я нажимал кнопку увеличить или уменьшить, и у меня, я хочу, чтобы уменьшался звук медиа, а не звонок. Это можно настроить. Заходим в настройки, и вот здесь, смотрите, управление громкости медиа. Нажимаем. Теперь, смотрите, если я нажимаю увеличить громкость, то у меня, видите, сразу же увеличивается громкость медиа, а громкость звонка, она остается в том положении, в котором вы его последний раз оставляли. Это шикарная функция, это то, чего прям вот не хватало лично мне. Значит, как завести такую же функцию на ваш смартфон? Да все очень просто, ребят. Заходим в Galaxy Store. Вот Galaxy Store наш. И здесь мы скачиваем программу, которая называется Sound Assistant. Вот эта программа, запускаем ее, и здесь настраиваем все под себя. Офигенная программа. Я считаю, что она должна стоять на каждом смартфоне Samsung. Это облегчит вам использование вашего смартфона. Ну что ж, друзья, едем дальше. Итак, заходим в камеру, и смотрите у нас живой фокс, фотография, видеозапись и еще. Друзья, если вы пользуетесь, например, макросъемкой, вы можете просто взять и добавить сюда. А если пользуетесь, например, замедленной съемкой, вы можете взять и добавить сюда. Захотели, можете поменять местами. Можете вот режим еда добавить. Или наоборот, не пользуетесь каким-то режимом, взяли и обратно вот так вставили. И после этого нажимаем сохранить. Назад. И вуаля, все. Теперь все режимы, которые нам нужны, они здесь есть. Это тот самый случай, когда мелочь, но очень приятно. Ну что ж, едем дальше. Итак, продолжаем. И следующий лайфхак. Скрытая функция, которая есть на каждом Самсунге, но от нее толку мало, если дисплей не поддерживает эту герцовку. О чем я говорю? Сейчас я вам покажу. Итак, идем в меню приложений и находим приложение запуск активити. Ее можно скачать с плей маркета. Здесь в поиск мы вводим H, E, G и нажимаем на высокая частота обновления. И у нас открывается тот самый раздел, где мы можем менять частоту нашего экрана. У меня стоит частота сейчас 120 Гц, но мой Galaxy S10 Lite не поддерживает 120 Гц. Он поддерживает только 60 Гц. И несмотря на то, что я выбрал 120 Гц, к сожалению, разницы вообще никакой не будет. То есть экран никак не будет показывать плавнее картинку, потому что изначально дисплей эту функцию не поддержит. Но факт, что она есть, и вы можете зайти, кого-то удивить, прикольнуться и так далее. Если экран вашего смартфона огромный, а руки маленькие, ну возможно вам подарить телефон или еще что-то, неважно. Идем в настройки. Идем вниз. Дополнительные функции. Ниже. Режим работы одной рукой. Здесь мы включаем и выбираем жесты. Смотрите. Оп, оп, видите. То есть экран становится меньше и мы можем управлять нашим телефоном. Такой маленький. Прикольно. Вот так вот, ребят. Можно и игры запускать. Бывает, кстати, я видел случаи, когда у людей экран разбитый. Вот, например, верхняя часть не работает. Или наоборот, там вот прям мрак. Они экран уменьшают и вот так пользуются телефоном. Ну, чем плохо? Отлично. Можно перемещать туда-сюда. Также можно все это дело настраивать. Пожалуйста. Если надоело, вы можете выключить. Вот. И все. Наверняка вы уже заметили, что анимация у меня в недавних вкладах совсем другая. Посмотрите. Прикольная, да? Смотрите. У нас есть возможность еще изменять их. Так. Заходим сюда. Заходим сюда. Я могу выбрать какую-то другую анимацию. Например. Вот такую вот. В виде листа будет. Смотрите. Видите? Вот так. Могу еще выбрать другие. Если вы хотите тоже менять стиль недавних приложений, то сейчас я вам скажу, что нужно скачать для того, чтобы у вас была такая же возможность. Вот это вот некрасиво, согласитесь. Итак, друзья. Идем в Play Market и скачиваем программу Fine Lock. После того, как вы скачали, запускаем. И здесь мы видим не установлено. Вот здесь есть куча разных фишек, которые могут понадобиться пользователям смартфонов Samsung. LockFace, Routing, QuickStar. Короче, здесь очень много разных полезных плюшек. Но я лично для себя посчитал, что мне будет полезным TaskChanger. То есть я хотел поменять анимацию. И лично мне сейчас анимация куда больше нравится, чем раньше, которая была стандартная. Выбираю здесь обратно Start. Вот эта анимация мне очень нравится. Здесь также можно менять настройки именно этой анимации, которую вы выберете. Смотрите, выбираем это. Видите, здесь уже настройки поменялись. Вот такая вот интересная фишка появляется благодаря установке Fine Lock. Если вы хотите, чтобы ваш Samsung работал шустрее, Да, независимо от того, сколько у нас оперативной памяти, сколько у нас там ядер процессора, Всегда хочется, чтобы телефон работал быстрее и всегда есть возможность это сделать. Ни для кого не секрет, что в смартфонах Samsung есть анимация. Смотрите, как быстро открывается. Если вы хотите, чтобы у вас точно так же все открывалось очень-очень быстро, Прямо вот насколько быстро это возможно, Для этого мы идем, друзья, в дополнительные функции и ставим галочку на упрощение анимации. Вот здесь вот написано, уменьшение интенсивности анимации на экране, Например, при открытии или закрытии приложения. Если же мы выключим, то мы увидим, что анимация уже стала более плавной. Заметили? Смотрите, как все работает. Смотрите. Сейчас оно грузится. Если вы не хотите этого, то делаем, как я сказал. Ставим галочку и ваш смартфон начнет работать быстрее. Итак, друзья, если вы хотите поменять ярлыки, Вот смотрите, у меня позвонить и камера. Если вы хотите вместо них добавить, например, какую-то программу туда. Блин, сканер на этом телефоне работает, кстати, не очень. Итак, а если вы хотите поменять ярлыки, то для этого идем сюда. Настройки. Здесь вводим экран блокировки. Идем ниже. И мы видим ярлыки. Нажимаем. Здесь мы можем менять эти ярлыки. Можно даже их немного настроить. Например, давайте вместо телефона я выберу сюда, например. Ну, пусть будет ФОПы, да. Так, смотрим. Ну вот, пожалуйста. Отлично. То есть, ребят, все эти фишки я показываю лишь для того, чтобы вы могли настроить полностью ваш смартфон под себя. Не вы должны подстраиваться под смартфон, а смартфон настраивается под вас. Друзья, если вам понравился этот выпуск и вы хотите увидеть продолжение, дайте мне об этом знать в комментариях. Как только на этом видео наберется 2000 лайков, я сразу же выпущу новое видео с новыми фишками. Пока. ПОДПИШИСЬ!